Привет ребятушки, меня зовут Саша, вы на канале Князь ТВ, сегодня у нас Битва Замков, типа техническая серия, типа если кому-то это нравится, не забываем ставить лайки и праздничный, праздничный день для моего аккаунта, наконец-то я сегодня прокачаю Ронина на максимум, этот дружок уже давно заслужил и я об этом достаточно долго мечтал, как-нибудь криво, как обычно потестим, посмотрим что он из себя будет представлять, что нам нужно, чтобы его прокачать на максимум. У нас тут умение надо докачать, это где-то килограммов 50, тысяч 50 кристаллов героев, ребятки, и нужно ему докачать талант на 8.8, по просвету 88, ну да, как бы по просвету он не максимальный, но тем не менее, ему в принципе всего для счастья хватает, у него раскаленный доспех 5 уровня, который добавляет его 25% здоровья, ну и помимо всего, ребятки, у него, ну сами видите созвездия, 4 пятерки, 1 четверка и 1 тройка, это достаточно неплохо, это хороший показатель. Сначала я найму дохренища юнитов, вы узнаете для чего я это делаю, ребятушки, так, давай-давай-давай быстрее, вот разработчики, вот елочки-палочки, вот когда вы уже нам облегчите участь с наймом юнитов-то? Мм? Солнышки вы мои, несусветные. Когда вы будете заботиться не только о добавлении героя после каждого обновления, но также и о улучшении всяких приятных мелочей для нас. Вы, конечно, стараетесь, я не спорю, но есть вещи, которые мы просим вас изменить уже достаточно давно, особенно на битве гильдий, мало того, что баг работает, Так вы еще, блин, можно же это сделать просто, чтобы покупалось все в 2 клика, ребятушки. Не, ну за счет бага, конечно, если проходишь битвы гильдии, потратил юнитов, потом ты нихера нанять не можешь, ты перезаходишь в игру, У тебя снова почему-то половина вот этих вот лагерей полные, но, блин, хотелось бы уже порядка какого-то. Ладненько, друзья, мы наняли. Дальше заходим сюда и тратим где-то 50 тысяч кристаллов героев. Так. Накопились у меня КГшки, это на самом деле для моего аккаунта что-то, ну, реально необычное, потому что я все-таки приверженец правила, что ресурсы не должны копиться, они должны работать на твой аккаунт, но, тем не менее, они взяли у меня, накопились. Ладненько, заходим сюда, но накопились они из-за видосов, потому что я же ничего на своем аккаунте не делаю пока не... Ну, блин, надо же все на видосе качать, потому иногда мои ресурсы лежат и ждут, когда же я доберусь прокачать их, использовать их на видео. Ладно, что у нас тут? Умение. Ну, красавчик. Урон по 600%. Все отлично, все хорошо. Заходим сюда. Улучшить навык. Раз. Раз. Два. Все, вот теперь у нас Ронин, ребятки, красавчик. Раньше он был недоронен, теперь он переронен. Короче, бастиончик у него стоит 60%, короче, ему добавляет, все очень хорошо, я рад. Может быть, ему чара, да, вот эта вот, которая победный выпад, если не ошибаюсь, называется, она ему не даст умираться, умирать слишком быстро об отражениях, которые стоят на вражеских героев. Но, тем не менее, как мы его сначала протестим? Ну, давайте по старинке зайдем сюда, посмотрим, какой он чистый урон будет наносить без помощи баферов. Так, убираем отсюда Рина. Ставим господина Ронина. Господин Ронин, хоп. Я уже приближаюсь к тому, что у меня докачаются все герои, которых я выбил. Вот. Хотя Ронина я давно выбил, но, по крайней мере, я скоро докачаю всех нужных героев, там, для защиты, и то, что я хотел, и потом не знаю, кого качать, буду думать. Ну, все, давайте, допустим, на тыкву нападаем. Давайте посмотрим, что он у нас будет наносить. Кстати, да, 39, 36, 35, 24, 37, не так уж и много. Но, не забывайте, конечно, Королевская битва. Тут всегда урон меньше, чем в том же, к примеру, рейде. Но, тем не менее. Ну, и плюс, конечно, я его могу сейчас собрать на урон. Даже, наверное, это и сделаю. Просто поставлю ему, к примеру, ну, Бог Войны, рунами, понятное дело, я ставить все-таки не буду. Пускай он бегает соживый, потому что с Богом Войны он у меня никогда не будет носиться, ребятки. Но я ему могу поставить артефакт, артефакт Топор Раздора. Но, если честно, он ему, наверное, не сильно поможет в плане добавления какого-либо урона. Вот, конечно, хорошо было бы еще какой-нибудь ронина с 8.8, Бог Войны иметь. Потому что я видел таких ронинов, которые 8.8, Бог Войны. И, там, на атаке фартов могут, конечно, жестко порубать всех. Так вот, ну, критов, типа, больше. Да, смотри. Ну, типа, не по 40, а вот ближе к 50 теперь рубит. Но разница не настолько велика. По этой причине, я думаю, что более актуальнее все-таки на него ставить какой-нибудь артефакт, который поможет ему прожить подольше. Вот. Остаться, так сказать, в здравии наиболее длинное, продолжительное время. Вот. В совокупности это будет выгоднее, чем то, что он будет наносить чуть-чуть больше урона. Ладненько, ребятки. Казалось бы, пока что не впечатляет. Но, что мы делаем? Мы сейчас возьмем ему и поставим уже кубок жизни. Кубок жизни ставим. Так. Ну, допустим, вместо Анубиса. Для чего я это делаю? Вы все прекрасно знаете, что я недавно начал проходить битву гильдий. Благодаря Ронину. Ну, единственное, что не знаю, наверное... Ну, тут, конечно, тоже можно поспорить. Вот. Еще посмотреть, что на самом деле выгоднее на Роне не держать. Когда ты ходишь на битву гильдий или замедление, или все-таки... Фу-то замедление, или утекание, или все-таки оживление. Ну, тут как бы у каждого свои плюсы и минусы, да? У каждой штучки, у каждой руны. Но, тем не менее. Теперь мы потестим это все, грубо говоря, на... На-на-на-на-на... На чем потестим? На... Потестим в рейдах, на топах. Попробуем найти какого-то топа и напасть на него. Единственное, давайте ему тогда уже поставим... Ну, приблизим ситуацию, поставим ему все-таки Феникса. Феникс у меня скоро докачается, и это будет очень круто. Полетели, ребятки? А, стой, не сюда. Так, гильдия не сюда. Так, эх, жалко, на Медзевина нельзя напасть. Ух, мы бы его кирпичи на стойкость проверили. Ха! Дэнс. Ну, Дэнса тут немножко нестандартная раста такая, ну, неинтересная. Ну, в плане, как бы... Ну, раньше я очень любил такие расты, даже когда дальником проходил. Ну, давайте, выпускаем Ронина, или даже можем... Где у нас тут стрелок? Здесь стрелок? Да, у нас здесь стрелок. Ну, тут сразу, видите, башня. Ну, короче, вот это вот мы сюда. Отвлекаем. А, Ронина, допустим, сюда. И куда хочет, пускай туда бежит. Ну, и что он тут отнимает? А, блин, видите, он в эту сторону полетел, в сторону... В сторону, блин, героев, в сторону непосредственно стрелка. И всё равно ему сейчас будут долбить вертолётики, видите, и вырубили они Ронина. Короче, это раста немножко не для этих вещей. Хотя у меня руки из жопы, у меня ничего не получилось. Вот, зверский. Привет. Сейчас, сейчас попробуем на твоей расте потойсти. О, блин, я уже забыл, когда такие расты использовались в топов. Просто мы привыкли Ронинам нападать, там, ну, сами знаете, какие расты стоят. Вот, здесь, в принципе... Ну, ладно, давай вот так вот. Так. Ну, всё. Лупи ратушу. Ну, это такой кривой тест. Слушай, что-то ему достаётся очень хорошо. А, вот сейчас он упрётся в героев, да, и где-то у него... А! Его Вольт поймал. Ладно, понятненько. Короче, как всегда, тест через жопу. Так, на Дэнса мы нападать не будем. Слушайте, ну, дайте кого-нибудь со стандартной растой БГшной. Так, конечно, мы протестим его более... Более адекватно непосредственно на битве гильдии, но хотелось бы именно сейчас этим позаниматься, ребятки. О, у моторчика. Вот тут, кстати, интересная раста. Если не ошибаюсь, моторчик сейчас находится в хулиганах, и там ребят из хулиганов, у топов, они расту изменили. Я... Это та раста или нет? Вроде они там какую-то... Когда последние разы с ними встречались, Минотаврам было очень интересно проходить их. Та раста немножко изменилась, и с некоторыми игроками даже проблемы возникали. Но всё равно здесь посмотрим, что же у нас будет с так называемым Ронином. Давай его здесь вот так вот выпустим. Как бы... Такие расты я ещё Ронином не проходил. Я сейчас, конечно, ну, не собираюсь его проходить полностью. Я просто хочу посмотреть, как Ронин у нас... Понять, он будет дольше жить, чем раньше или нет. Теоретически должен. Вот. Теоретически он должен дольше жить. Посмотри, здание он хорошо сносит. Ну, как бы особо там бессмертным его не назовёшь. Конечно, для прохождения битвы Гиддей за счёт Ронина всё-таки хорошо иметь Ронина, наверное, с ожогом. Но в чём фишка? Почему бы я не хотел себе Ронина с ожогом? Потому что всё-таки это не самое оптимальное решение. То есть Ронин с ожогом вам поможет, конечно же, на битве Гиддей. Такого Ронина будет убить реально достаточно сложно. Но, к примеру, в остальных локациях, за счёт того, что у него ожог стоит, и никакой там ни бастион, ни бог войны, за счёт этого он будет просто, блин, царапаться и никому нормальный урон не наносить. Хотя сейчас, вроде смотришь, он и с бастом как бы особо большого урона там сверхъестественного не наносит. Но, тем не менее, я всё-таки склоняюсь к тому, что если ты простой игрок, и ты не можешь себе позволить держать на аккаунте двух Ронинов, трёх Ронинов, да, то есть ты и так не знаешь, откуда брать ресурсы для прокачки основных героев, то лучше как-то всё-таки героев собирать и подбирать им таланты такие, чтобы они были наиболее оптимальны, универсальны для всех локаций. То есть я считаю, что вот мой Ронин с бастионом, он достаточно универсален, потому что я могу его использовать, как и на битве гильдий, не обламываться, то есть плевать, что у меня ожога нет, я всё равно за счёт Ронина могу проходить ребят. Я его также могу использовать и в других локациях. У него и здоровье плюсом идёт от бастиона, у него и атака идёт плюсом, и это достаточно, ребятки, хорошо. Ладненько, давайте там ещё кого-нибудь затестим. Эх, конечно же, мне хотелось бы пройти угольную армию, ребятки, сегодня с Ронином там попробовать. Было бы достаточно интересно. Но дело в том, что который раз я уже эту угольную армию просираю, ребят. Слушай, и на байкера даже напасть не могу. Ну, Руслан, ну с кем ты там бой ведёшь? Дай мне на тебя напасть-то, а? Руслан, я Оле пожалуюсь, дай напасть. Ну всё, готовься. Оля придёт за тобой со сковородкой. Так, ладно. О, давайте на Вчиху нападём. Слушайте, и здесь какая-то Раста тоже неинтересная, то есть неинтересная, а нестандартная. Смотрите, дырочки здесь пропуски какие-то, блин. Прикольно. Прикольненько. Здесь на... Блин, на Некрос, конечно, не хотелось бы его выпускать. Где у него стоит? Ну, у него здесь и ратуша. Я даже и не знаю. Ладно, давай так. Вот у нас стрелок отвлекается. И давайте вот сюда куда-то Ронина. Ай, он всё равно к Некросу побежал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как его вырубают-то, а? Блин. Хитрая Раста, слушай, подожди. Давай-ка ещё раз попробуем. Не знаю, в другой стороне где-то высадится. Вот. Так. Не знаю, Энди на втором аккаунте. Там он играет сейчас на аккаунте Китхантера. Там просто Миха по работе уехал надолго. И Энди присматривает за аккаунтом. И там Ронин с Бастионом. Ну, по сути, такой же, как у меня Ронин. И Энди говорит, что он там чуть ли таким Ронином, как у меня, полностью базу не выносит. Может, и у меня сейчас просто руки из жопы, или рейды, или ещё что-то. Так. О, на Байкера можем напасть. Давай-ка, попробуем. Ну, здесь у него такая более-менее стандартная Раста. Так. Давай, выпускаем Ронина. А что они... А, нет, стрелок стоит нормально. Так, Ронин, давай только на Некроса не обращай внимания, а иди мимо. Нет, сейчас упрётся в Некроса. Хотя нет, не упирается. Ой, застанели, поймали его. Поймали. Поймали. Так, 18%. Ну, давай-давай-давай. Вот Энди мне рассказывал, говорит, что там вообще изи. Ну, что-то вот мой Ронин полностью базу один не выносит. Ну, тем не менее, я своим Ронином очень доволен. В любом случае, как бы на битве гильдии мне будет легче, чем раньше. 60% очень хорошо. Так, на кого мы там нападали? На Вчиху. У него там такая достаточно интересная Раста. И нас постигла на той Расте неудача. Свиностранец, мы не можем напасть в Блэк Скайс? Не будем? Давайте на Вчиха. Или всё, Вчиху щит поставили. Вот, есть. Да, ну, ну, что ты будешь делать, а? Я на той Расте обосрался, я хочу реванша. Ну, давай на Свиностранца. О, кстати. Так, здесь, ну, здесь стандартная Раста. Здесь стандартная Раста. Я даже не знаю, к кому высаживаться. К стрелку или к Некросу. Слушай, ну, давай к Некросу. Пойдём по Трешаку. О, Ронин опускаем. И погнали. Он ещё, смотрите, он бежит. Он так нормальненько выжигает здание. 12 процентов. Сейчас, как Некрос по нему пуль нет, так кобздец будет Ронину. Ах ты, у меня юниты закончились. А-а-а. А-а, жопа, жопа, жопа. Ай, задница, задница, задница. Ай, задница, задница, задница. Ребятушки. Ой-ой-ой-ой. Мы все умрём. Мы все умрём. Цибелин ни на ком не стоит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Жопа, жопа, жопа нам. Но Ронин до сих пор держится. Ронин живой. Ронин живи, 77 процентов. Кого мы там уперлись? Ай, задница, задница, задница нам. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Где мой Цепелин? Одна надежда на Ронина. Одна надежда на Ронина. Слушай, вот он чуть Некроса не ушатал уже. Смотрите. Некроса-то-то... У него там процентов 25 осталось здоровья. Блин, смотрите. Ронин продержался. Ну, видите, это стандартная раста. Вот мне интересно вот с ребятами из хулиганов. Если они попадутся на битву гильдий, то как бы будет прикольно. Слушайте, видео все-таки, блин, я затянул, конечно. И вряд ли кто-то досмотрел до этого момента. Но кто досмотрел, большой вам респект и уважуха. Но вот хочется мне на Вчиха напасть. Потому что там такая интересненькая раста. И она меня заинтересовала. Давайте еще раз. Подожди, надо... А, Ронин, слушай, у меня живой. Ронин у меня живой. Ну, можно стрелка оживить. Так. Так, так, так. А, слушайте, я же еще хотел вам арену показать. Блин, видео-то затянул. Вчих. О, дали нам напасть сюда. На ворожай, Арина. Я даже не знаю, куда его высунуть. Ну, ладненько, давайте. Сюда. И давайте Ронина сюда. Пускай, не знаю, в ворожай упрется, что ли. Но если ворожать с огненной защитой, тогда, конечно, грустно. Ронин сам себя ушатает. О, Ронин уже начинает проседать. Что-то ему даже утекает. Ронин и Кубок Жизни не помог. 15%. Так, я вообще Кубок Жизни-то ему поставил. Артефакт, да. Стоит Кубок Жизни. Слушайте, давайте еще раз, последний раз нападем на него. Вот. И будем ждать на битве гильдии. А уже на битве гильдии будет поинтереснее поэкспериментировать. И наши эксперименты могут стоить нам жизни. Ну, не жизни, а сливу. Так. Ну, что-то пока что Ронином я в чихо не могу ничего набить. Блин, а юниты у меня-то закончились. Эх, ну ладно, пошли вот так вот. Поковыряемся. Рину ушатали. Мы сейчас уперлись тут в вороже и стрелка. Ронина ушатали. Можем выйти, чтоб не слиться. Что у нас тут? Четыре героя осталось. Ну, ладно, короче. На этом, наверное, тест прекратим. Сходим еще на арену. Так. Это, как говорится, нельзя, нельзя забывать про то, что юнитов нету. Смотри, я даже 50% не набил. Ладненько. Хождем на битве гильдии. А Ронину мы сейчас что делаем? Мы Ронину, допустим, обратно. Возвращаем какую-никакую оживу. Так, мне надо уже соживы будет разобраться, поменять. И ставим сюда его. Возвращаем. Так. А кого мы убирали? Анубиса с кубка жизни? Да, руны? Кстати. Мне надо вернуть Анубису что-то. Ага, вот так вот мы возвращаем. Руны, артефакты. Кубок жизни. Дальше Ронину мы питомца возвращаем такого. И все, и пошли на арену. Правда, на арене я, конечно, Ронина я не использую. Ну, давайте сегодня используем. И мы его используем вместо... Вместо хранителя. Так. Арена. Заходим. Заходим сюда. Так. И, допустим, Ронина выпустим вместе с Анубисом. Так. Анубис. Ронин. Некроз. Господин ворожей. Стрелок. Ирина. Вот. Даже несмотря на то, что у меня хранитель простой, ремочный, мне кажется, что все-таки более эффективнее использовать непосредственно, блин, хранителя. Хранителя лучше использовать, чем Ронина на арене. Хотя некоторые ребята, конечно, с Ронином на арене там жгут не по-детски. Так. Ну, тем не менее, мы тут... А, тут Анубис с Анубисом столкнулся. У нас Ронин сейчас... У нас Ронин ворвался. Вот. Это его, кстати, на арене плюс. То есть он может обойти пачку и, короче, просто тупо ворваться и начать долбить кристаллы. Это очень классно. Ах ты, елки-палки. Видео 22 минуты. Надо будет что-нибудь нарезать. Хотя я ничего нарезать не буду. У нас техническая серия. Мне плевать, что никто до конца не досмотрит. А арену надо было всунуть пораньше. Ну, ладненько. Мне не привыкать. Так. Идем дальше. Оник. Ой, здравствуйте. Давайте еще попытку потратим. Посмотрим, что из этого получится. Ронин у нас пойдет против Анубиса и выражает. Так. А Оника используется хранитель. Интересно, а с чем хранитель-то? Непонятно. Ну, вроде мы сейчас там кого-то ушатаем снизу. А здесь у нас... Здесь еще показывалась жизнь героев, чтобы понять было, что как происходит. Ну, один раз мы уже уронили хранителя. Если уроним второй раз, то это будет удача. Так, выражая, уронить мы не можем. Здесь еще Анубис. Ну, мы так... Ну, что сейчас? Три минуты будем стоять. Так, здесь хранителя вроде уронили. Отлично. У нас эта пачка прорвалась. Значит, все-таки мы сможем, наверное, победить. Если вот эти остальные две пачки у нас простоят. Ну, Некрос стоит. Ему похер. Ронин с Анубисом тоже стоят. А, слушайте. Ну, вообще пробились. Может быть, мне Ронина побегать на арене и поиспользовать? Не знаю. Напишите в комментариях, кто у вас... Кто аренщик? У кого какие соображения по этому поводу? Ну, все. Топ-16. Димча, кстати. Это ж знакомый ник. Сиятельный. Вот. Ну, сиятельного бить не буду. Мне невыгодно. Ладненько. Давайте на этом остановим. Вот. Уже в следующем видео откатайте три попытки. Видите, какое будет видео. Вам же пожелаю огромнейшей удачи. Пишите в комментариях и ставьте лайк. Кто досмотрел это видео до конца, вам вообще огромнейшее спасибо. Потому что благодаря вам это видео будет распространяться намного лучше. Потому что удержания аудитории будет больше. Да, я знаю, затянул. Но, в принципе, сделал так, как хотел. Как мне нравится. Может, кому-то и зашло данное видео. Всем пока, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!